Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала «Илья Ербанлайн». У меня в гостях Ишхан Вердиан, общественный деятель, колумбист, блогер «Илья Ербанлайн». Здравствуйте, Михаил. Рад вас видеть. Приветствую вас и ваших подписчиков. И, конечно же, призываю ставить лайки, подписываться, развиваться, этот перспективный канал. Спасибо большое, Ишхан. Спасибо вам за поддержку канала. Очень ценно. Что происходит сейчас на Азербайджан-армянской границе? Как бы вы характеризовали этот обмен армии со стороны сторон, которые явно не похожи на дружеский огонь? Потому что страдают люди, имею в виду. Знаете, Михаил, давайте, для того, чтобы мы будем говорить об этом инциденте, давайте мы сперва опишем его, как оно было все на самом деле. Началось все вчера, когда на границе получил ранение азербайджанский соваеннослужащий от штатерских винтовок. Получил ранение в области позвоночника, где поперенес тяжелую операцию и выжил. И сегодня азербайджанская армия нанесла ответный удар, то есть по именно той точке, из которой был открыт огонь, снайперский огонь по азербайджанскому солдату. Теперь я задаю такой вопрос. Какого черта на армяно-азербайджанские границы в азербайджанцев стреляет снайпер? Какого черта? Они что, там на прогулку вышли? Они что, там на охоту вышли? Они что, в кроликов стреляют? Я не понимаю, это что за рудимент старого порядка, старого миропонимания старых? Или это диверсия против мирной повестки Николы Пашиняна, когда премьер-министр страны, руководитель страны идет к миру, а в вооруженных силах творится такой бардак. Понимаете, на этот раз говорить о каких-то обоюдных вещах невозможно. На этот раз мы имеем очень четкую, однозначную картину. Сейчас уже увиливать невозможно. Даже Армения сама признала, что снайпер был воспроизведен, выстрел воспроизведен незаконно снайпером армянским. И армянская сторона сказала, что будет расследовать это все. Но я не знаю, как они собирались расследовать или не собирались. Но я так понимаю, что сейчас тот, кто стрелял, мертв, потому что их убили. Их бы не убили, если бы они не стреляли этой ночью. Это говорит о бардаке, который происходит в армянской армии. Это означает, что армянская армия на сегодняшний день укомплектована, в том числе и убийцами. Которые только потому, что они хотят убить турка, просто достают свое оружие и стреляют в турка. Знаете, этот инцидент произошел тут же даже не срочный военнослужащий. Это какое-то бандформирование, которое у нас называется Елькропад. Которое еще со времен старых бандитов осталось. И его управление принял лучший друг Никола Пашняна. И сейчас эти бандиты заполняют собой, своими тушами боевые позиции Армении. А когда приходит в настоящий момент штурм... Вот знаете, стрелять в азербайджанцев, в невинных людей, просто людей, которые не ожидают... Вот в них стрелять легко. Вот они герои. А когда вот пришли азербайджанцы по их душе... Знаете, они там весь пост легли. Понимаете, вот все эти герои. Трое просто троих убили, один от инфаркта умер. Защитники. Вот теперь я задаю вопрос, какого черта, что делают эти люди? Эти, которые даже в кадрах не состоят, в военной службе даже не состоят. Что они делают на боевых постах, чтобы еще и стреляли? Людей стреляли. Мешали в мирную повестку. Короче, я не знаю, Михаил, знаете, на этот раз уже отвердиться не получится. Был совершенно конкретный факт, и этот факт был конкретно признан армянской стороной. Но армянская сторона ведет себя непоследовательно. Армянская сторона вместо того, чтобы наказать и разобраться, что произошло, армянская сторона ведет на политическое обострение. И этот инцидент, она объясняет тем, что у Азербайджана агрессивные намерения. Между тем мы видим, что вина лежит целиком и полностью на Армении. Если даже на Армении нет агрессивных намерений, то вот эти ситуации на границе происходят из-за того, что в армии Армении царит бардак. А если в армии царит бардак, и люди из этого бардака смотрят на сторону Азербайджана с винтовками наперевес, и неясно, какой из этих винтовок выстрелит, сколько азербайджанцев они убьют, ни за что, тогда очевидный закономерный парень вполне ответ Азербайджана по ликвидации таких бронзийских гнайников, которые сегодня просочились в армянскую армию. Да, Ишхан, здесь у вас такая достаточно радикальная позиция, можно сказать. Нет, Михаил, извиняюсь, она не радикальная, она однозначно. Знаете, есть А и Б, знаете, давайте мы не будем, я не буду армянином, вы не будете украинцем, не знаю, мы не будем людьми, мы будем марсианами. Мы, это самое, расследуем последовательность истории, понимаете, история, вот не бывает, вот опа, и вот выстрелили азербайджанцев, убили четверо. До этого была история, была причина, вот в этой первопричине вина была целиком и полностью на том алкоголике, который открыл огонь по азербайджанскому невинному солдату, который не ждал, не ждал, то есть, понимаете, человека просто убили. Раньше, когда на границе убивали, тогда люди знали, что стреляют, тогда ожидали, а сейчас там все спокойные, никто ничего плохого не ожидает, и вдруг, опа, убили, человека убили. То есть, понимаете, тут не отвертеться, тут второй позиции не может быть. Это однозначно, и знаете, я вам скажу больше. Это момент истины, да, для Николы Пашиняна лично. Если Никол Пашиняна правильно разберется в этой ситуации, если он накажет тех, кто им, если невозможно уже наказать, возможно, они умерли. Хотя бы накажет вот эту организацию, которая этих бандитов туда послала. Если бы это все Никол Пашиняна сделает, тогда одно. А если он это все своих бандитов будет прикрывать, и будет опять говорить, что это агрессивные нападки Азербайджана, то извиняюсь, извиняюсь. На этот раз уже не пройдет. На этот раз Никол Пашиняна явную ложь говорит, явную. И это явная ложь. Азербайджан слышит, и Азербайджан делает выводы. Почему это руководитель Армении лжет? Пожалуйста. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала. На самом деле это очень удобно сделать. Вот тот же самый революция позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать. Я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Подобные случаи – это всегда иллюстрация накала, которая существует в обществе. Потому что если висит ружье на стене в первом акте, то в тром оно точно выстрелит. О чем это говорит? Не чувствуете ли вы, что подобные инциденты отдаляют стороны от мира и формируют некий военный контекст? Потому что то, что мы видим, мы же не видим. Например, когда граждане двух стран встретились на границе и протянули друг другу руки. Мы видим противоположный пример. То есть понятно, что в Армении будут говорить о, скажем так, пострадавших военных Армении. В Азербайджане будут говорить про еще одну жертву этой военной страны Азербайджана. Это каждая новая жертва, она отдаляет мир. Как вы считаете? Да, конечно, отдаляет. И знаете, Михаил, эта ситуация очень мне знакома, очень, да, более мне знакома. Я по роду своей деятельности постоянно. У меня бывали такие моменты, когда у меня вокруг собиралось очень много людей, притом армян и азербайджанцев, и они вместе друг с другом начинали общаться, начиналось вот так подниматься, вот это обоюдное общение, нормализация. И вдруг какой-то вот такой инцидент на границе или где-либо случался, и все ломалось. И все мне приходилось строить, собирать заново. И каждый раз, каждый раз, каждый раз, когда был какой-то исход, какой-то вот такой инцидент, либо армянский, либо с армянской, либо с азербайджанской стороны портился. Этот интенсивент тоже входит в этот ряд, но на этот раз я считаю, что на этот раз все акценты должны быть правильными, тем более, если... Знаете, армянские эксперты ведь не признают, никто же не говорит, даже армянская сторона не говорит, что да, мы признаем, что это мы убили, это наш солдат убил. И знаете, там был пресс-релиз, в этом пресс-релизе, в армянской пресс-релизе было написано, что не было приказа стрелять и не было таких условий, при которых военнослуженный обязан примирить оружие. То есть вообще никакой причины стрелять не было. Знаете, я все время возвращаюсь к этому тексту, да, конечно, потому что оно способно очень сильно расшатать и без того такую крупную ситуацию. Я не знаю, Михаил, что в этой ситуации, что можно сделать, как мы сможем себя обезопасить от этих бандитов, которых так и так полным-полно, да, Николай Почнян не берет оружие, то есть не идет следить за всеми, кто стоит с оружием у границы, но с этим явно надо что-то делать, явно, понимаете, тут ситуацию на самотек оставлять нельзя, тут есть явная недоработка армянской стороны. И, знаете, нужно, чтобы было все законно, нужно было все красиво и чтобы было все в логике мира, которой мы идем. Если мы идем в логике мира, то этому инциденту будет дан прямой однозначный юридический ответ без всяких увеливаний. Не знаю, Михаил, это, знаете, это как, если человек едет, допустим, на велосипеде, и его сбом кто-то ударил, да, в этот момент. Вот у меня я такой удар почувствовал, но ничего. Шан, смотрите, я не владею армянским языком, к сожалению, очень уважительно отношусь к армянскому языку, я абсолютно сейчас говорю, как есть, потому что армянская культура, она очень древняя, и это прекрасная культура, и было бы, конечно, хорошо знать армянский язык, но я, к сожалению, не владею. Но из того, что я слышу от экспертов русскоязычных, я понимаю, что многие публичные люди в Армении, к сожалению, они продолжают рассуждать в духе конфронтации с Азербайджаном. И меня это очень настораживает, потому что все-таки Никола Пашняна почитала интервью в «Телеграф». Это абсолютно грамотное, здравое интервью, и Пашняна на себя очень выдержанно ведет, и к нему вообще вопросов нет. Другое дело, я не понимаю, почему в Армении правительство не проводит политику, направленную на успокоение страстей, чтобы объяснить своему народу, что необходим мир с Азербайджаном. Насколько эта ситуация политически опасна для премьер-министра Пашняна, на ваш взгляд? Ну, Михаил, я не знаю, насколько она опасна, но премьер-министра Пашняна нет, потому что премьер-министра Пашняна сегодня имеет в Армении безоговорочный авторитет. То есть со стороны может показаться, что там не все ок, но на самом деле в Армении все ок. А применитель, простите, для себя мне интересно, премьер-министр Пашнян имеет безоговорочный авторитет и во внутренней, и во внешней политике, либо только благодаря его действиям во внутренней политике? Нет, его слово, ну смотрите, народ смотрит на него, понимаете, то, что говорит он, это воспринимается, неважно, оно касается внутренней, внешней политики, неважно, но суть состоит в том, что Никол Почтинян сегодня является реальным лидером страны и страны, и ему сейчас стране ничего не угрожает. И как-то вот спросили, вот не повлияет на ситуацию, на него, скорее всего, лично на него нет, но ситуация очень повлияет на публику, то есть оно всегда влияло на публику, все эти акторы, они всегда были, играли на публику, понимаете, вот Никол Почтинян, я всегда ему ставлю минус, его самый главный минус, он не умеет работать с общественным мнением, я об этом многократно высказывал, в Ерева, в Армении не осуществляется государственная агитация. То есть вы можете представить себе страну, в которой на государственном уровне агитации нет. Это, кстати, странно, учитывая то, что Почтинян очень хороший журналист в прошлом, как говорят, да? Вот именно, понимаете, тем более, тем более, понимаете, он насколько пришел к власти, и он когда пришел к власти, он тогда еще включал свою камеру, свои слими на фейсбуке, он собирал много-много людей, но потом он очень резко все прекратил, прервал общение с народом, коммуникация прервалась, и все оставил на самотек, понимаете? Он думает, что кто-то за него это все будет делать. Никто не будет делать, это он должен будет делать. Но он пока что, я не понимаю, как надо до него достучаться, чтобы это ему в голову влезло, что это важно. — Ишхан, спасибо вам большое за это интервью. Ишхан Вердян, известный общественным деятелем, комментизатор, блогер из Армении, был сегодня с нами на этих каналах «Тарьеропонлайн». Пожалуйста, подписывайтесь и комментируйте. И очень надеюсь, что все-таки междузербурженом Армении действительно будет установлен мир, и больше подобных эксцессов не будет, потому что они действительно не прикладывают другого к миру, а наоборот, прикладывают другого к войне. Спасибо большое, Ишхан, за это интервью. До встречи. — Михаил, я вас тоже благодарю за приглашение. Я хочу последний раз сказать, чтобы быть хорошо понятым. Я в этой ситуации не на стороне Азербайджана или против Армении. Я в этой ситуации на стороне правды. Потому что только правда может развилить эту ситуацию по-хорошему. Любой другой вариант, любое другое отпирание. Нет, это не мы, это мы не виноваты, это выведено. Это все будет только ухудшать. Поэтому я изначально сторонник того, чтобы все загасить и все вернуть в свои нормальные переговорные русла. Большое спасибо за приглашение. — Да, Ишхан, я здесь абсолютно согласен. Я беру у вас интервью. Вы действительно патриот Армении. Просто вы патриот, который... Ну, вы справедливый патриот, да? То есть вы... — Ну, я не скован, скажем так, Михаил, я не скован вот этими армянскими нарративами, в которых живут армянские все остальные спикеры. То есть я объяснял, если они не будут себя так вести, они перестанут быть спикерами. Это нормально. Но, к сожалению, их нарратив пока еще живой. Да, вот этот нарратив живой. Он живучий очень. — Спасибо большое, Ишхан, и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok